всем привет с вами андрей мы продолжаем нет хак у нас получается персонаж то есть 10 уровень человек нейтрального вероисповедания мы в данный момент находимся перед на шестом уровне основного подземелья мы перед входом собакан находимся я думаю попробовать посмотреть на собакан издалека и вам его показать по крайней мере как он будет у текущего персонажа играться остальные персонажи проходят вроде неплохо текущий может конечно подустать немножко проходить поэтому попробуем вместе с вами собакан представляет собой головоломку виде ям и валунов ваша задача решить текущую головоломку и опустив так называемый бундер в ямы но в данном случае это тип так называемую то есть их можно по сути и пропрыгать случае необходимости но вам скорее всего не дадут его сделать ну лучше конечно просто океа бундера и на следующих уровнях будет холл так называемый яма тут просто как бы углубление считать крайне эффективно если вы не знаете либо сомневаетесь лучше посмотреть получается прохождение чё-то есть прохождение например в том же над хак вики как именно собакам проходить что иногда бывает крайне полезно тут важно не ошибаться потому что если вы разрушите хотя бы один камень у вас упадет удача ваш параметр удачи параметр удача от по сути отвечает за все в текущей игре но чтобы повысить надо иметь благословленную сумку и благословленную лаки стон так называемые камень удачи почему именно благословленный потому что он делать вашу удачу постоянный также можно повысить свою удачу кинув драгоценные камни единорога своего своего своей своей расы то есть в нашем случае он не трава он будет серый вот как то так получается начинаем передвигать камня но текущий уровень я пробегал поэтому я примерно могу тип рацион тип рацион собственно нужен для корма ваших домашних питомцев которые мясные ребята любят мясо есть вот собственно food рацион это обычный пищевой паек который подойдет и для ваших лошадей если его но он крайне разточительных плане есть кормежки поэтому стоит несколько раз еще подумать прежде чем кормить лошадей текущей едой что касаемо собака на я в нем не специалист скажу сразу я буду тупить откровенно тупить я некоторые уровни до сих пор без разрушения камни пройти не могу поэтому мы видим кстати говоря палочку она не определилась но мы пока задвинем вот видите то есть камень упал в текущую ямку тем самым мы сможем пройти и так все у него вроде снежки с 4 уровня и два вариации по этажам бывает что касаемо двух вариаций по этажам но иногда бывают легкие то есть которые любой персонаж любой человек практически решит а бывает тяжелый что касаемо нахождение где именно он присутствует он присутствует с 5 этажа основного подземелья по 10 включительно например в моем случае он присутствует на 10 этаже в нашем случае он на на шестом присутствует на на втором персонажем на текущей локации всегда присутствуют вот эти вот свитки они считаются свитками 2 они считаются их надо закалить это свитки земли это свитки земли причем оба причем это со стопроцентной вероятностью свитки земли нужны для собственно прохождения ногу будьте аккуратнее потому что если вы прочитаете свиток земли в узком пространстве вас просто зажмёт в лунами без кирки либо палочки копания вы вылезти не сможете ну либо телепортации либо другого эскейпа но факт том что крайне свитки в общем и целом крайне опасны но они вам могут помочь прийти с авакан на единственная проблема в том что у нас палочка я из я использую для нанесения дальнего урона палочку либо заклинанием магической стрелы так мы magic missing у нас присутствует такая палочка насколько мне известно да вот она присутствует у нас в наличии я использую для убийства также для убийства других мобов которые за валунами будут прятаться и вам не дадут двигать можно использовать дротики не знаю стрелы арбалетные болты и так далее то есть любой дальний тип оружия который вы сможете найти наш персонаж перегружен оказался очень много еды здесь присутствует поэтому стоит ее съесть сразу вы уже в 5 вот рационов нашли мы нашли кольцо как вариант стоит его прозвонить это скалопендра скалопендра она бьет ядом то есть она вас скорее всего и забьет но она не ядовитым по ядовитым существам какие из них ядовиты какие нет я делал отдельные воде в одном из прошлых роликов я говорил кто из них ядовитый кто нет кого желательно кушать кого вообще без шансов есть поэтому ее можно есть если она вам оставить свой труп она вам даст сопротивление к яду на я люблю очень долго проходить собакам потому что я люблю подумать как его проходить и не ждите от меня спидраны текущего собака на потому что я я люблю подумать я всегда мне персонаж перегружен из-за еды из-за всех остальных предметов собственно летучая мышь которые к нам нейтрально но опять же она сама полезла вот поэтому но учитывая то что я уже несколько раз проходила текущий собакан то мы я примерно имею представление что что кулак как поэтому я могу какие-то разные вещи подсказать рассказать я убрал щит благословленный тяжелый в свою сумку тем самым немножко облегчив свой вес в целом это паук обычный пещерный если она вам оставит труп и его есть можно он дает он дает он не ядовит он дает сопротивление к яду у меня чем не нравятся животные особенно мирные которые присутствуют меня кто-то огнем шлепнул собственно ред нога такая зараза вы сами все видели у меня по ушам не сгорел во первых плащ но от его функциональность равно не поменялось мы не можем есть ногу ее желательно съесть потому что она дает сопротивление к огню чтобы защититься от лучей ноги вам нужно отражение если вы его найдете хорошо если нет опять же мы ее не можем съесть можем подождать ходы немножко но опять же она ведь и нам нельзя ее есть потому что если мы будем и есть мы подавимся и погибнем почему есть нельзя после то есть если вам дают предупреждение вам уже нельзя будет ее есть желтую плесень есть нельзя поэтому можете даже не пытаться во второй раз мы есть не будем потому что труп уже просрочился что касаемо срок годности а мы еще не до конца дотащили что касаемо срок годности трупов у трупов срок годность где-то в районе 50 ходов исключением нежити то есть и трупы есть либо сразу либо вообще никак не как нежить есть нельзя ни в коем случае потому что она изначально старая нежить это могут быть мумии могут быть всякие что касаемо призрака там на единственный исключение если он вам оставит свой труп его стоит есть вот видите вот еще этот гандон делает а вот ай блин сейчас придется эту летучую мышь убить она мирная но и нам придется и убить потому что мы иначе не пройдем уровень нет нам повезло тупая летучая мышь вот опять же быть я почему не люблю мирных побов из-за того что они постоянно мешаются вот они ведь этот мирный мог его нужно убить потому что у вас упадет не этот как она мировоззрение вашу упадет если ваше божество скажем так на вас будет гневаться но не сильно но опять же мирных мумов атаковать нельзя которые одинаково с вами вероисповедания двигаемся 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 в сторону следующего уровня в принципе уровень достаточно простой нам сразу выдали палочку непонятно что за палочка как вариант можно ее попробовать заингрейфить у нас есть две палочки это палочка света нам об этом написали а вторая палочка а тут нам ничего не написали а поэтому мы подписываем ее как сильвер знак вопроса но учитывая что палочка 7 нет она подписана палочка холода текущая то есть у нас получается есть палочка холода и палочка как я понял что она именно холод по надписи которая вот здесь присутствует не знаю с моим английским кэши прочитать это бы трудновато но все же вам попытаюсь получается а последняя надпись которая здесь присутствует нф а из куб дроп форма ты вант тем всем нам подсказали что это именно палочка холодом она почему-то сразу не определилась рэд ногу есть стоит но проблема рэд ноги в том что она она может дать сопротивление к огню что для нас может быть крайне полезно у нас понизился армор классы из-за того что у нас прожгли огнем у нас теперь плащ пораженный чтобы получить защиту от огня нужно постануть свиток защиты от огня как бы смешно не звучал в общем двигаемся так 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 двигаемся в сторону видим то что тут футрацион еще один ну по сути что такое собакан собакан это голову головам головам головоломка мойка в общем и целом она скажем так для неподготовленного человека достаточно может быть сложно в чем то для подготовленного это такое сомнительное удовольствие по поводу того проходил ли я ее сам да я проходил несколько раз разными персонажами разницы в конкретном персонаже нет а вы в любом случае будьте одни и те же действия делать единственный плюс собакана в том что он во первых может дать много еды кольца не кольца медальоны и так далее что очень полезно также он вам может дать ну собственно награду в конце такой как сумка хранения либо амулет отражения если у вас не идентифицировал сам предмет в конце то скорее всего один из них будет по поводу движение камней ну в принципе ничего сложного нет единственное все зависит от того какой вам уровень попадется вот мне например попался на прошлом персонажа ну не на прошлом а грубо говоря на другом персонажа попался второй уровень усложненный я честно говоря утомился там проходить без как говорится гайда со стороны я не смог его пройти потому что оно откровенно достаточно сложновато получилось но тут уровень достаточно простой потому что вы просто не видели второй уровень это просто что то с чем то тут главное не затупить и лишний раз чтобы моб на тебя не впереди камня не встал если мог впереди камня встанет вы не сможете двигать и тогда скорее всего вам будет нужно его убить это опять же консервы это можно есть сейчас посмотрим что это это желе какое-то но но желе насколько мне известно можно есть поэтому мы его съедаем я не советую жрать хамелеонов либо каких вот опять же к нам идет облако льда если не ошибаюсь а нет энергетическая она сейчас нам магию сожгет да очень больно бьет очень больно бьет вот и скорее всего мы даже проиграем сейчас если нет мы выжили он очень больно бьет чтобы сопротивляться ему нужно защита от электричества так называемого шока она не так как объяснить достаточно сложно получается либо через кольцо она получается либо через поедание трупов соответствующие которые могут дать резисты на шок вот как то так продолжаем двигать собакам видим кто то что к нам пришел еще шакал но шакалы достаточно простые а учитывая то что у нас сытый но я думаю не стоит пока персонаж кушать шакалы хотя стоило бы я все-таки жду не дружусь пока мой топор прокачается у меня вот базовый акс в данный момент а хотелось бы хотя бы до следующего уровня его дотащить если мы бы там не выдержали удара то мы бы скорее всего прожимали элберет но не факт что он бы нам помог все же против облака ну как вариант все таки стоит его прожимать проблема ответвлений в том что у вас мобы будут скажем так сильнее всегда на несколько уровней чем вы сами гигант бат она нам принесла лост пик лост пик это отмычка которая помогает но если у вас ключа нету как вариант можно использовать ее ключ эффективнее считается поэтому стоит использовать именно ключ разницы правда я особо не понял но факт в том что если я не ошибаюсь отмычка у вас тренирует ловкость поэтому мы сейчас наверное перейдем на отмычку ключик выложим вот нам видите нам дебаф на ловкость дали но они наивно полагают что мы к этому не подготовились мы возвращаем себе ловкость с помощью благословленного рога единорога я просто с этим с этой ситуацией сталкивался уже когда я с ней сталкивался я понял что не всегда нужно делать так как говорят то есть у меня и вам периодически будут снижать статы раз 600 ходов но иногда может чуть больше поэтому стоит быть готовым к тому что их вернуть это актуальной версии только 3.66 если у вас версия выше то рог не на руку уже статы не восстанавливают то есть вам понадобится именно зелья либо восстановление так называемых статов так называемые ресторабилити либо соответствующие заклинания которые можно вытащить например у монаха ну за его скажем так коронацию дают книжку эту в нашем случае она была бесполезна но из-за того что они высокоуровневые ее можно смыть и использовать для повторных надписей смотрим что у нас здесь я думаю просто попробую осталось два кирпича попробуем сейчас вот это подвинуть тут самое важное в собакане не загоняйте камни в угол если вы загоните камень в угол вы скорее всего проиграете автоматически потому что как пройти собакан дальше если у вас нет такой возможности то есть ну скажем так у вас вы сломали все камни у вас нет возможности камнями за толкать это конечно плохо но можно пройти через левитацию левитацию левитация может быть нескольких типов это ботинки на левитацию они в большинстве случаев проклятые появляются также есть зелья левитации но бывает разных типов ваша задача если у вас проклятые ботинки просто снять с них проклятие одеть их и очень быстренько пробежать текущие левитация помогает парить над получается норами которые у вас присутствуют здесь холл тем самым вы можете спокойной душой пролевитировать не заморачиваясь с камнями также вам может помочь свиток земли ну и собственно кирка если вам и палочки копания потому что эти предметы вам могут помочь пройти со спокойной душой без особого напряга текущие уровни вот а для того чтобы пройти в общем по поводу кирки понятно разрушения как и палочкой копания по поводу свитков земли он создает камни которые вам могут быть очень полезны особенно если вы создадите их правильно то есть чтобы их создать желательно в большом пространстве находиться как например выход вот здесь вот что вокруг вас зареспаунится большое количество камней и вам нужно будет их как-то раздвигать если вы неправильно сделаете вас просто зажмет эти камни если они вас зажмут для вас это будет очень плохо поэтому я рекомендую мы прозваниваем дверь команды антрап через решетку она пишется через команду опле выделяем отмычку и нажимаем на дверь нам говорят разблокировать дверь мы говорим да разблокировать теперь мы можем открыть дверь и увидеть то что тут хреново туча киллер б киллер б как я говорил ранее это пчелы убийцы но не самые страшные противники единственное они ядовитые также присутствует боевая лошадь боевую лошадь стоит взять с собой единственная проблема в этой лошади в том что она она просто их сейчас здесь здесь всех покрошит тут наш единорог присутствует грей юникор без фул наш единорог нам может повысить удачу если вы как я говорю ранее кинете в него камни опознанные драгоценные если не у вас есть наличие либо использовать разрушение камней приведет к тому что вы теряете удачу по 2 единицы что по одной за каждый камень если вы можно но по поводу ездовых питомцев ездить можно так ну опять же но чтобы во первых ездить вам нужно седло без седла перчаток и ботинок вы сделать это не сможете поэтому если у вас этого всего нету вы не сможете исключение если у вас вы играете за рыцаря он самом начале начинает с пони с седлом то есть вам уже его искать не надо что бывает очень полезно убиваем киллер б и идем в сторону его она начинает нас атаковать мы убили киллер б 1 убили киллер б 2 убили киллер б 3 убили киллер б 4 к нам подошла боевой конь мы боевого коня заберем с собой то чтобы приручить вам нужно кинуть в него вегетарианскую еду вегетарианская еда в моем случае это банан и наша лошадь стала прирученной команда там также есть свиток похожего типа но я с ним еще пока не взаимодействовал поэтому ничего по поводу его сказать не могу он нам дал 10 сильвер стрел но так называемые серебряные стрелы нам они не актуальны ну как вариант можно взять серебро очень эффективное против нежити смотрим что у нас у нас ничего здесь нет мы видим то что очень много мобов и наш конь дерется с большим количеством народу он использует палочку магического миса и он убил нашего единорога нам урон не нанесся значит скорее всего этот то есть вот смотрите мы стояли у него на выстреле а нам урон не нанесся была палочка магической стрелы поэтому это скорее всего плащ магической защиты что касаемо текущего дворфа дворф лорд он благочестивый персонаж то есть а мы нейтралы в данный момент поэтому нам нужно его убивать в любом случае он нам нас не сможет убить потому что нам на него все равно наш конь его убил мы нашли еще одно кольцо к поводу колец стоит их прозванивать желательно через тип рациона собственно палочка магической стрелы ну и дайгер также присутствует здесь подобрали что касаемо текущих мобов мы их есть не будем единственное можно урок единорога забрать он убил нашего единорога его мы могли бы оживить попробовать но опять же если а у нас нет палочки наверное такой да у нас видите у нас все палочки правда просвеченные у нас нету неизвестной палочки поэтому мы не можем его оживить чтобы оживить нужна палочка соответствующая там я честно название не помню а сейчас я вам ее полу подскажу эта палочка присутствует в списке палочек то есть она и в прайс-индификации если вы не знаете как она называется она здесь должна присутствовать я сейчас вам подскажу как она называется вот она называется анде тарнинг текущая палочка она второго уровня так называемые отпугивание нежити но она по сути более эффективна в этом вопросе что касаемо стоит убрать палочку света палочку света убрать вот палочка света дублирующая палочка магической стрелы дублирующая палочка удара стоит ее пока тоже убрать что касаемо колец их нужно прозванивать то есть неопознанные кольца я не комендую одевать потому что там что самое страшное может быть это кольцо полиморфа вы его просто оденете превратились в какое-то существо и вы его не сможете снять и вы скорее всего погибнете по крайней мере я когда так делал я не смог ничего сделать поэтому оптимальный чтобы вы узнали о текущем кольце заранее заранее поднимаем нашу сумку у нас она не самая тяжелая теперь нас двое мы с боевым конем боевой конь это очень сильный союзник но единственная проблема в том что боевой конь он много геморроя будет доносить из-за того что он нам как наш питомец будет мешать вот как-то так нам с ним надо местами поменяться вот как-то так я в данный момент смотрю гайт чтобы откровенно говоря не плюхнуться мордой мордой грязь я вам его не показываю чтобы у меня по крайней мере тут тут самое важное это начало потому что если вы неправильно начнете вы скорее всего не сможете двигаться поэтому очень важно правильно начать мы дропаем сумку потому что она у нас особо вариантов нету наш конь скорее всего будет постоянно телепать но это вафельный ламбас это хорошая вещь он так же не портится вот видите вот началось я почему не люблю питомцев в собакане потому что они постоянно мешаются и вы толком ни хрена не сделаете вот видите я вот из-за этого и ненавижу питомцев в собакане это прям я не знаю что-то с чем-то у нас есть палочка но проблема палочки в том что если она направленного действия то мы скорее всего кого-нибудь убьем нажимаем команду engrave выбираем текущую палочку это палочка огня нам написали и она определилась сама потому что ударные палочки они сами определяются огонь хорошая палочка но если у вас нет отражения по вам все эти палочки будут пролетать что очень плохо и крайне нежелательно вот как то так в принципе я вижу что можно попробовать через верх протащить для этого нужно продвинуть вперед вот вот я не люблю вот этих питомцев потому что они вот крайне бесполезны и они даст ли я даже больше мешают вам в собакане потому что вы по сути не нуждаетесь в питомце но когда вы в нем нуждаетесь он бывает настолько бесполезен что просто опускаются руки порой тут самое важное случайно не мискликнуть потому что если вы случайно мискликните вам придется хорошо если только скажем так не самое вот опять же видите да этот несчастный конь нам мешает а если бы это был не коня кто-то другой и он бы не двигался это для нас было бы очень плохо потому что уровень мы бы тогда не смогли пройти нам пришлось бы его убивать причем без вариантов то есть сами понимаете что питомцы точнее либо дружелюбные мирные существа которые вам с одной стороны могут помочь но они вам очень сильно будут мешать особенно в собакане вот опять же видите то есть конь нам упорно пытается как бы дальше он такой молодец он убил как говорится убийцу пчелу но нам это не актуально потому что труп уже не свежий как мы знаем что он не свежий прошло достаточно большое количество ходов поэтому труп скорее всего просто не свежий а вот я вот из-за этого и не люблю этого питомца вообще с питомцами ходить потому что они вот вы например стоите на месте он возьмет ваш питомец поднимет вашу эту вашу сумку с чемодан особенно если это не баг холдинг то есть любой другой например ящик либо что-то похожее он поднимет его и просто будет таскать туда-сюда что очень сильно раздражает потому что вы не горите желанием чтобы кто-то ваши предметы таскал из стороны в сторону а тут особо вариантов нету потому что этот несчастный питомец он вы может хоть унести чтобы этого избежать как я говорил ранее можно попробовать использовать свиток испуга монстр чтобы он просто игнорировал текущую локацию точнее текущую клетку с вашим инвентарем бывает очень полезно но опять же не всегда это работает как надо особенно для того чтобы как я говорил ранее свиток испуга монстра стоит использовать только в том случае если у вас икраина откружили уже ну как вы сами видите мы в принципе прошли текущий уровень практически единственное то что можно еще подсказать так тут в принципе это не особо сложный уровень то есть если человек хотя бы немножко умеет думать то он его сможет пройти единственное я же говорю будут мешаться вот именно животные существа которых призываются приходит вот питомец упорно мешает если он нам не мешал и ему цены не будут ну благодаря магическому свистку мы можем его притащить к себе что очень удобно но опять же для нас например за респаумится у меня когда я проходил другим персонажем у меня постоянно респаумились мобы особенно на последнем уровне то есть у нас данный третий уровень следующий четвертый он считается последним то есть тот последний уровень где у вас именно моба все присутствует особенно если у вас есть варжанг то есть называет так называемая вы видите на карте мобов вот опять же видите да этот несчастный кот мешает точнее не кота конь я понимаю что это боевая лошадь что это откровенно очень очень сильный питомец что он крайне полезен во всех случаях но из того что он косячит он нам больше мешает чем помогает как вариант стоит пройти посмотреть в ту сторону мы смотрим тут еще у нас опять же видите он этот ломбас не ест то есть эльфийские эльфийская еда считается оно и не ест что очень смешно посмотрим что еще есть в наличии будет пока ничего но даже если что то и есть оно в большинстве случаев за волнами спрятаны поэтому на уровне собака нас стоит все ящики коробочки все это двигать из стороны в сторону чтобы элементарно оно было более эффективно я думаю как именно нам продвинуться ну в принципе тут самый банальный способ наверное у нас остался последний камушек он может быть любым который вы сможете додвигать у нас еще получилось в запасе 5 камушков осталось жалко у нас нет варжинга это крайне полезная способность в моем втором персонаже он есть его можно выбрать чем полезно вы видите уровни мобов то есть например вы видите что например в текущей клетке там не знаю очень много пятерок например я правда с пятерками я не сталкивался но факт в том что я сталкивался с стройками это и были титаны и я просто офигел нажимаем команду антрап на дверь несколько раз потому что с первого раза она может не поражаться и нажимаем lost pick так называемую отмычку на дверь она всегда закрыта поэтому вы это кентавр он у нас пытается стрелять в лесной а вот лесной кентавр forest forest это у нас лес а тот видимо не кентавр не лесной был я лесной кентавр использую свиток телепортации но телепортация в этом месте не разрешена поэтому кентавр идет гулять в лесу мы нашли банан что очень полезно и труп лесного кентавра труп лесного кентавра можно в принципе съесть он нейтрален то есть но опять же он много святости вам может дать а ну скорее нам тоже мы даже не стали с перегрузка сытами как говорится что очень полезно как вариант сейчас стоит подвигать остальные как раз и камни что возможно что то найти не факт конечно что нам это выдадут но факт в том что как вариант стоит попробовать подвигать единственная проблема в том что вы не всегда все сможете двигать но в большинстве случаев разработчики предусматривают ситуацию в том что вы сможете подвигать те или иные кирпичи под ними может быть какие-то предметы лежать либо за ними что вот например за текущим левым камнем что-то может лежать но чтобы подвинуть нужно подумать как именно подвинуть его лучше в теории его наверно подвинуть лучше в правую сторону тут я смотрю чтоб так чтобы выход был чтобы было удобно его двигать да вот видите то есть если бы я не стал бы двигать я бы не нашел деревянное кольцо то есть поиск особенно в собака не крайне полезная вещь мы кольца одевать текущие не будем потому что мы не знаем во первых что это за кольца даже примерно не знаем чтобы это узнать хотя бы примерно нам нужно как минимум на алтарь их прозвонить то есть положить на алтарь а как максимум сделать хотя бы идентификацию по цене сделать чтобы они были более были более это что такое это у нас бо это у нас лук по поводу лука ничего сказать не могу не играл лучником лук полезен единственно нужно много стрел иметь в инвентарь то есть я жду пропускаю ходы а наш боевой конь просто игнорирует из-за того что свисток уставший то он в первом разы не не работает то есть моя самая любимая ловушка как вам объясните в общем и целом я именно на ней вчера и встал поэтому я сейчас буду углить как именно как правильно ее проходить чтобы вы тоже знали как примерно проходить вместе с вами я ее буду и и и и и и и и тут просто тут самое важное это начать то есть поэтому если вы неправильно начнете вы не сможете ничего подвинуть больше от слова совсем поэтому стоит быть внимательным мы дропаем телепортация нам конечно здесь никак не поможет но все же свиток телепортация хорошая вещь опять же вы видите да то есть нам упорно не дает двигать а нам нужно двигать тут несколько вариантов развития событий я обычно использую магическую стрелу и просто забиваю текущих могов кто бы там не стоял и мне все равно на их полярность но из того что видимость очень сильный мог стоит потому что мы его убить никак не могу то есть видите да нас не пускает дальше но нам нужно пройти дальше потому что правильная комбинация именно с движением от текущего моба но у него видимо магический резист какой то есть палочка саде закончилась магической стрелы тем самым ее надо подписать это очень плохо что она закончилась моя основная палочка я и чаще всего пользуюсь ну не конкретно эта палочка а вообще эта палочка она крайне эффективная ну мы видим ред молл ред молл есть можно он дает сопротивление к магии не к магии а к огню то есть тем самым у вас но опять же он не со стопроцентной вероятностью тут скорее всего конец листья я так думаю нам нужно на одной деление подвинуть но нам не дают прыгать диагонально мы не можем если у вас прыжки будут собакам защищен от текущей ситуации вам нужно просто кидать в него даггер и молиться чтобы вы его смогли убить что касаемо кинжалов мы их потом подберем в любом случае поэтому особо с ними заморачиваться нет смысла тут самое важное правильнее начать потому что если вы неправильно начнете вы скорее всего не сможете дальше двигать обращаться разрушать я этот уровень скажем честно не проходил без разрушения благо разработчики предусмотрели момент что мы люди криворукие и у нас периодически все идет не так как хотелось бы поэтому нам они предусмотрительно положили еще несколько ну в общем и целом предметов лишних камней чтобы мы могли продвинуть продвинуть их продвинуть их в общем как то так спросите вы почему именно так и они по другому я скажу а хрен его знает почему потому что это я же говорю а вот видите то есть тут палочка лежит а мы ее забрать никак не сможем что за палочка хоть была телепортация то есть это не самая плохая палочка но проблема в том что она как то можно забрать но я сейчас я даже не знаю как скорее всего как нибудь кнутом можно забрать но опять же мы данный момент у меня его нету поэтому не будем заморачиваться мы видим желтый свет нам желательно чтобы желтый свет нас нас слепанул да отлично нас слепанул и благодаря этому мы видим сержант стоит нифига себе для справки сержант это один из мобов ну замка то есть крайне такая опасная сущность что тут еще у нас присутствует получается мартышка мумак это прям вообще трюнгец это очень больно против мумака нужно на максимальной силе приходить горгулья гремлин греблин очень опасный он может у вас в статус командить белый единорог очешуеть но глаз пирс но это невидимка он нам не сильно страшен он кашбольно бьет на них лекрота это прям трюнгец нам в общем целом не повезло дворф лорд благочестивый у нас тоже будет бить кентавр лесной ну вот этот зелененький форос лесной кентавр нас тоже будет бить пони 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 нас бить не будет это получается у нас кемельной койот нифига себе гротес гэс аппетитус вот это да мельной койот конечно впечатляет лизард лизард также тут присутствует тенгу тенгу благочестивый у нас не должен атаковать присутствует линкс рысь больно бьет это гигантская жук ну в принципе жук он не сильно страшный опять же именной койот странно второй именной койот что очень странно возможно они будут какие-то усиленные ребята собственно змея ничего такого сказать про нее не могу нимф она самая толстенькая из всех нимф водяная вампирус ну такой кушать можно не самый сильный но больно бьется все равно пантера очень больно бьет по три лет там если-то раз короче нам не повезло нам нужно арбор класс просто не знаю в потолок пони собственно этот хан ксан так называемый он вам ловкость убивает временно так называемая ранить ноги на роте док и невидимый сталкер у нас еще есть мимик поэтому достаточно все серьезно так стекста продолжаем двигаться на нашего коня встать и начать задвигать дальше камушке мы выход себе сблокировали то есть тем самым мы отрезали себя от текущих камней скажу честно я не проходил текущие уровень и охренеть там титан есть то очень плохо я честно я дрался с титаном шансов не так много против него титан очень быстрый в большинстве случаев если наш конь выживет боевой он в теории сможет его шлепнуть сикон не выживет титан приручает кубру что нет это я понял то есть это получается хамелеон так называемое существо которое постоянно вот опять же ящерица ну то есть в большой жук превращается в ящерицу то есть там получается мимик так называемый как ну не мимика как называется хамелеон полиморфная форма которая постоянно уйди оттуда конь вот вы я почему и не люблю вот понимаете они крайне так у нас этих снизу орк едут еще проблема в том что мы не убьем того мимика понимаете в чем проблема то есть нам сейчас нужно двигать камень текущий камень нам нужно убить мимика но мы не убьем мимика с того что мы не можем продвинуть и мы не можем вернуться офигеть блин как же неудачно мы не можем обойти нам нужно двигать получается камень под нами в тонн это нужно двигать на место мимика мы не можем продвинуть на место мимика потому что у нас он блокирует текущее место он блокирует текущее место то есть опять же нам нужно его убивать только дистанционно но блин мимика нам не даст этого сделать скорее всего будем пробовать что делать как же не повезло ситуация очень плохая честно говоря вот опять же вы видите да то есть этот несчастный я честно я поражен не понял а я думаю двигать можно не просто в гайде написано что можно тут какой-то камень у нас нарисовался его можно двигать если гайд не врет мы можем сейчас двигать да гайд не врет мы можем двигать вот собственно нашли гем видим орка шамана орка шамана наверно стоит съесть я честно я поражен что там происходит тебя страх прям пробирает потому что но я не знаю там когда появляется титан это просто давайте до свидания потому что титанность по крайней мере у меня это самый сильный мог который у меня был пока по крайней мере с которым я сталкивался и который меня откровенно просто от мудоха за вашу научим высокая скорость там главное чтобы он какого-нибудь огромного монстра опять не превратился когда мы с ним будем взаимодействовать потому что если он пройдет сконть огромного монстра опять мы просто закончимся мы просто закончимся так момент а хотя еще минут 5 есть а попозже дать буду перебываться я в данный момент на работе нахожусь поэтому не всегда удобно взаимодействовать с игрой только есть вот свободная минутка я записываю для вас видео но опять же у меня работа работа же двигаться я просто заранее приезжаю на рабочее место поэтому поэтому есть свободная какой-то прожитка времени а потом когда начинается уже рабочий день уже особо и не поиграешь поэтому не так много времени осталось у меня чтобы поиграть с вами показать вам там судя по всему мимик кстати говоря почему он не держит форму потому что у нас видимо кольцо защита от формы и нам даже очень сильно повезло потому что кольцо ну оно по сути первого уровня то есть оно достаточно частое но обратите внимание я не вижу нашего питомца то есть если питомец застрял вот видите о чем я и говорю то есть я для своего питомца я вытащу но если это и будет не питомец и какой-нибудь не знает другой моб я же его просто нихрена не вытащу это этот ирон пирс собственно не самое сильное существо там есть рок пирс ирон пирс и собственно глаз пирс собственно не самое сильное существо я бы даже сказал достаточно посредственно труп его можно есть без проблем то есть если необходимо кушать можно так в принципе стоит наверное продвинуть кайп кирпичик ну в принципе я думаю тут нет единственное жду нам просто мобы могут мешать очень сильно а так тут ничего по сути сложного то и не будет у вас тут единственные мобы если не будут вам сильно мешать что по сути весь контент тут создают мобы потому что которые постоянно вам мешают и не давая спокойно продвинуть те линии кирпичи из-за этого приходится изобретать откровенно говоря всякие приспособления которые вы стандартно бы не стали изобретать но учитывая то что там стоит этот существо которое меняет форму постоянно главное дождаться момента когда он будет послабее и просто его ушелёпнуть почему он не может в постоянной форме я как говорил это кольцо защита от формы так называемый помогает от мимиков я читал в прошлом выпуске если вам интересно о том что делать конкретное кольцо я оставлю но по идее для вас это наверное было вчера это не вчера поэтому ну в принципе тут не слишком сложно осталось единственное тут самый главный участок именно сам вот этот участок разобрать в котором мы только что прошли где у нас был мимик его расковырять хоть как-нибудь если вы расковыряете этот участок то в принципе там особых проблем у вас не должно владеть даже бы единственное тут что может вас вам как говорится сильно мешать так это это вот как-то так можно нам сразу нижнюю проповедь ее нужно поднимать значит нужно в обход сейчас будет поднимать на одну клеточку запомните не стоит ставить камни в угол потому что если вы поставите в угол камень именно в квадратик то есть угол у вас под 90 градусов то есть например текущий камень влево вправо двигать нельзя потому что вы скорее всего не сможете его вытащить оттуда то есть вам придется его разрушать так поэтому главное не ставьте в угол камня ну и всегда стоит им носить с собой кирку либо палочку копания вот о чем и речь опять это существо мне мешает вот это я почему и не люблю понимаете то есть а если бы это был враждебный мог мы у меня же заколебался бы с ним драться ну а им же все равно этим несчастным могут поэтому они такие неприятные существа но блин я протупил да идеальный гать не получится но так чисто ладно я начинаю тупить потому что я начинаю нервничать да видимо придется разрушать потому что я не знаю как двигать дальше хотя нет знаю ну вот опять же видите блин вот этот несчастный а о 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 на видимо придется один камень разрушает потому что мы не сможем пройти в идеале осталось четыре у нас не получится в тысячи четыре ну ладно один камень мы разрушили да я тупо ну надо было посмотреть внимательно я что-то как-то ну ладно опять же хоббит он благочестивый поэтому он его львовчик пьется убивать но если особенно вы не права либо хаос плохо что они нас заберут удачу но опять же нарисовался волк волк нам стоит показ есть вроде сытость не максимальная по крайней мере пока что главное дальше не закосячить может когда вы начинаете нервничать у вас начинается косяки постоянно идти на чем я говорю придется ломать один из камней сейчас нужно понять какой но то чтобы сломать нужна кирка либо палочка копания смотрим если у нас наличие палочка катания на палочках по нас есть наличие кирка эффективнее поэтому мы возьмем кирку меняем руку я думаю даггером будет эффективнее их дамажить поэтому мы на место топора берем пикакс и разрушаем вот этот да это нечистое прохождение но все же в идеале каш без разрушений пройти на у нас не получилось для завершения смотрим наличие кирка что было одета кирка одета почему-то не можем разрушить так называемого тем самым мы можем уже дальше двигать нам необходимо но опять же я немножко сам протупил я поторопился передвигать я не посмотрел внимательно поэтому к торопишься начинаешь нервничать тем самым меньше думаешь из-за этого хуже и хуже становится вот как-то так двигаем ее сюда убираем это жука отсюда они очень больно бьют ганского жука есть можно нарисовалась мумия но мумия хрен но опять же когда вы разрушите у вас падает удача у вас падает удача у вас начинаются респаун мобов причем массовый из того что он у вас начинается у вас он просто некомфортно будет двигать дальше все это кирпичи представьте когда я разрушаю по два по три мумия постоянно это же вообще трендец я просто там такое количество мы в любом случае под щитом пойдем к ним потому что ловить лишний урон не хочется особенности какой-нибудь титан зареспаунится я просто ну который мимик у нас там присутствует в одном экземпляре если зареспаунится титан то нам будет очень больно из-за этого нам не стоит рисковать пойдем под щитом и под максимальный армор классом который мы сможем вытащить что касаемо что там за два предмета два предмета это скорее всего труп собственно самого дворфа гнома мумии также там собственные бинты мумии они всегда дропаются с нее собственно мы открыли дверь осталось только дотащить последнего нам нужно теперь подтащить к себе поближе сумку переодеться в усиленный армор класс чтобы просто элементарно выжать что касаемо топора топор стоит пока положить сумку потому что он нам не сильно актуален по крайней мере в данный момент берем рунический даггер у нас даггера на максимум то есть мы будем использовать свое самое сильное вооружение которое у нас есть самый сильный армор для того чтобы мы могли просто раздамажить тех мобов это что чтобы если мы уже погибнем то мы погибнем хотя бы самым сильным снаряжением которое у нас присутствует вот как то так надеваем щит одеваем наверное плащ смотрим нас на состояние инвиза у нас мы ускорены но мы не невидимы соответственно нам нет смысла нас мобы в любом случае увидят агентство мы можем переодеть ботинки попробовать поднять немножко еще армор себе но проблема в том что мы армор так получается минус 3 так скрытность поэтому такой себе скрытность нужна она вас просто толпа не придет они начнут у вас всякими палочками пихать пытаться атаковать что будет крайне болезненно я вот думаю скрытность по идее нужно чтобы убить текущих мобов но вопрос в том чем их заменить то есть либо 3 либо 5 я думаю возьмем 5 для этого переоденем ботинки вытащим ботинки другого типа эльфийские ботинки возьмем они у нас в арморе для чего нужна скрытность чтобы мы могли подкрасться к мобам видите то есть мы написали что мы скрытные но у нас так же собственно накидываем плащ у нас какой-то там плащ одет а у нас плащ магической защиты у нас плащ лучшего я думаю мы будем не знаю насчет спят спящего состояния но я думаю нам них не сильно критично поэтому попробуем так армор класс 10 защита от магии если я если я прав нам нужнее будет это мумия уберем подтащим поближе посмотрим на свою если нас будут разоружать стоит взять на всякий случай запасные даггера если нас будут разоружать стоит подготовиться потому что нам могут просто откровенно люлей навешать если это защита от магии она нам сильнее поможет чем арморкласс что они могут палочки не палочки на всякие пихать поэтому берем мы взяли сумку нам говорят брать нечего это у нас дворский король это очень болезненное существо самое важное не провороньте в похожий он нам кстати дал нашу палочку будущее что очень полезно для нас потому что я постоянно использую палочку магической стрелы она мне просто нравится сама по себе потому что считается что магическая стрела усиливается вместе с уровнем персонажа я не до конца правда не знаю но опять же она палочка наверняка фиксирована это только наклинание работает но все же стоит быть готовым к тому что стоит дропнуть сумку позвонить дверь на предмет ловушки в идеале можно пожертвовать конем если и будут его бить чтобы его били и чтобы мы не заморачивались в этом вопросе разблокировали отмычкой меняемся с конем местами и пускай он идет там дерется с народом нам ловкость понизили нам вернули ловкость это эльфийский король это одно из самых опасных существ но это полиморфное состояние мы не сможем его лечить поэтому мы просто пара ходов должны подождать но нам нужно также с ними драться у меня тут проблема со звуком начинаются очень много мобов причем откровенно большое количество что могу сказать по поводу мобов максимальный армор класс который вы сможете вытащить лошадь лошадь мою лошадь убили лошадь убили поэтому мы без лошади но она сама полетела туда поэтому некого ругать по поводу трупов есть либо сразу либо вообще не есть потому что я один раз сдох от того что я просто пришел я прошел уровень собакана я тупо съел один труп ну которых я убивал я в честно я просто лег от восторга потом бьем их самым сильным что у нас есть из оружия сейчас к нам идет лекрота очень болезненное существо к нам еще также приплыл с ними все да я правильно понимаю да ну тут еще белый единорог есть потому что мы нейтрал для нас это будет очень больно вот и и и и и и и и задача кони нам не предоставляют опасности кстати можно приручить они нам помогут пони правда пони можно приручить они нам помогут но единорог нам будет проблема создавать поэтому нам нужен нам нужно его убить получается она выпила зелье невидимости судя по всему вот этот по ушам третьего уровня водяная нимфа выпила мурли это скорее всего инвиз поэтому мы можем это прописать в листе где все это у нас прописано вот так она собственно определился мурли калу до собственной весь нимфу мы убили собственно это глаз пирс это и самая сильная версия пирсов нам главное не встречаться с этим с единорогом единорог крайне опасное существо она очень больно бьет боевую лошадь воскресить можно но проблема боевой лошади в том что она нам может проблем много доставить очень тяжелая сумка я думаю если там не сумка амулет отражением и отсюда просто не выйдем связь со всем весом очень много предметов причем много это мягко сказано здесь их просто дохрена 9 фут пайков это прям я не знаю нам главное не нарваться на этого и на руга потому что единорог нам больнее всего доставит трупы как я говорил ранее есть не стоит потому что мы не примерно знаем их полярность green mold бить надо дистанцию и вообще желательно и убить руками пони мы бить не будем док тоже уже убиты так 43 монеты тут присутствует также вампус но он видимо он двигается но нам желательно чтобы до нас не собирался наш белый единорог наш единорог он серый поэтому единороги они по своей сути нейтральный то есть мы брали green ноут мы видим локинг глаз также присутствует надписи лберет и и амулет мы нашли амулет отражения это именно он потому что в награде за уровень всегда он присутствует по поводу полярности текущего амулета я не знаю но мы его скорее всего любом случае будем благословлять что касаемо сумму свитка его поднимать нельзя потому что вы его не сможете просто поднять он скорее всего распадется этот свиток со стопроцентной вероятностью идет как скар монстр если любые другие не они то этот стопа со стопроцентной вероятностью будет именно скар монстр поэтому вы можете смело прописывать его потому что даже если дублирующий есть у нас какой-то скар монстров это я вам говорил устрашение монстра собственно это один из свитков которые вам поможет поднимать его не стоит поэтому потому что это ваша по сути сейф . где вы можете восстановить свое здоровье подлечиться и так далее что касаемо всего остального здесь в принципе больше никого убивать инстин посмотреть больше предметов здесь нету местный тут можно посмотреть футбол какие-нибудь и собственно дудка но дудка я не пользовался я щас я не знаю что она себя представляет я потом погугли эту информацию можно пока сейчас поднять но из мы скорее всего не сможем выйти из-за веса у нас очень большой вес будет вампус на нас напал зря это он сделал наша дача не толкаться с единорогом потому что и на руку очень больно бьет мы просто можем не выжить при его атаках мы убить его убить сможем но нам не нужно его убивать потому что нам он бесполезен все мы в принципе посмотрели что здесь есть мы выходим смотрим что еще мы можем отсюда вытащить ничего сталкера есть можно но будьте готовы к тому что у вас за конфузит и стан повесит пробуем поднять сумку она у нас на стрессе но у нас в любом случае мы не сможем ничего лучше сделать одеваем сразу амулет отражения делаем его благословленным для этого берем святую воду нашу дипаем амулет ищем амулет кладем его в воду благословленную тем самым у нас амулет а он бы еще и проклятый был представляете то есть если бы я бы одел его я бы просто офигел факт в том что мы видим что он уже не проклятый тем самым мы можем его одеть также мы можем прописать что это рефлекте на рефлекте это значит отражение тем самым наш персонаж будет очень сильно хотеть кушать но это его проблемы потому что нам нужно просто отсюда выйти можем могли бы взять с собой пони в принципе как вариант но я не подумал об этом но давайте все таки сберем возьмем с собой пони наш персонаж очень сильно проголодался все учитывая то что мы а ну да ведь сразу амлет а на эту просто просто просветился что на рефлекте это хорошее сочетание нам осталось только усилить свой армор класс чтобы его усилить нам нужно найти доспех ну его найти невозможно его только сделать но факт в том что он доспех драконов но как он называется некого беседа расспеха чешуи дракона его можно только пожелать через желание щит мы снимаем потому что амар класс хорошая вещь на у нас качается двуручный топор теперь этот несчастный у нас не сможет убить у нас амулет рефлексе winter волк зимний волк нас теперь тупо не сможет убить как бы он не пытался тем самым мы сможем получить мы только что получили сопротивление холоду съев вот надпись последним you fell full of hot r так называемые мы получили сопротивление холоду тем самым мы можем не бояться за ледяных мобов которые нас будут окружать наш муж писал сильно перегружен собственно амулет рефлексе сработал тем самым он проименовался как он и должен быть как я вам и говорил амулет рефлексе и собственно вас плащ магической защиты единственная проблема в том что с него надо снять дебаф но это свитком снимать у нас пока свитка нету данный момент убираем часть вещей которые нам не нужны например свиток убираем также по уши мы стоит убрать все учет это что наш по уши на разрушили то все по уши на стоит убрать дудка я не знаю чусь себя представляет мы попробуем подудеть я с ней ни разу не взаимодействовал импровизировать не знаю я чуть за дудка я с ней не взаимодействует по идее скорее всего будет мобов чисто теоретически стоит пробежаться приручить пони взять с собой если тут и ой блин гигант зомби нарисовался это крайне тяжелое существо единорога мы приручить не сможем наша задача взять с собой пони чтобы она просто нам помогала в пути для этого нужно кинуть еду которую ест именно пони насколько я знаю смел молтона может есть да смел молтона может есть зелененькую плесень тем самым мы по крайней мере будем с питомцем еще кое-то существо то нарисовалось но из того что мы перегружены мы скорее всего выйти отсюда не сможем но это уже будет опять же мы не можем позвонить питомца нашу почему-то он видимо упал что ли я не пойму да он видимо нарвался на этих и упал нарвался на кого-то из них мог мог бы и упал от силы текущего моба мы убьем единорога чтобы он не отсвечивал он нам дал зеленый гем и заберем пони все таки второй раз попробуем у нас осталось найти что она будет кушать вот банана а хотя нет вот недоеденный футпоек пускай ест ой тихо 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 недоеденный футпоек она сейчас будет кушать в ее сторону кидаем и мы промахиваемся не хочет она футпоек кушать чем удобно это пони и так далее она они нам могут ну как доставить преимущество так и недостатки сделать рог можно попробовать за поле конь наш погиб мы его не смогли сможем воскресить у нас нет палочки воскрешения его пробуем притянуть к себе через этот поднимаем мы стресс то есть мы не сможем все отсюда вынести нам нужно отсортировать инвентарь но это уже будет совсем другая история всем большое спасибо за просмотр с вами был Андрей всем пока у нас есть мы не можем у нас